АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НЕ ПЕРЕДАЛА Я тебе говорю, сплошной подвох к зубному прихожу. Говорю, доктор, говорю, зуб болит, удаляйте. Доктор в рот заглянул, говорит, нет, будем лечить. Чувствуешь подвох? Денежки из меня хочет тянуть. Не надо, говорю, лечить, удаляйте. Говорю, посмотрите, зуб весь желтый. Знаешь, что он сказал? Он сказал, а что вы хотите, осень на дворе. Сплошной подвол. Сплошной, я тебе говорю. Иду по улице, объявление, значит, тайский массаж 500 рублей. Шара. Думаю, зайду, никогда тайский массаж. И захожу, правда, парень азиатской внешности. Я у него еще спросил, говорю, тайец. Он говорит, тайец, тайец, не боись. Давай на живота ложись. Чувствуешь подвох? Чувствуешь, вот это вот, не боись, оно как-то не по-тайски звучит. Ну, что, я снял рубашку, лег. Как он начал по спине молотить, приговаривать. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Шпалы, шпалы, рельсы, рельсы. Я задергался, говорю, это что? Говорю, тайский массаж. Говорю, тайский, тайский. У меня учитель был китайский. Сплошной подвох, сплошной, я тебе говорю. Значит, хотел пиццу по телефону заказать. Да, звоню, девушка отвечает. У нас, говорит, акция. Да, две пиццы берете, третья в подарок. Я чувствую подвох какой-то. Говорю, в чем подвох? Третья просрочена. Она говорит, нет, свежая. Берете две маргариты, папирони в подарок. Ребята, я от жадности заказал четыре пиццы. Привезли шесть. Обожрался так, что у меня от этой маргариты до сих пор болит папирони. Нет, сплошной подвох. Сплошной. Сплошной. Позвонила мне, значит, это приятный голос такой. Женщина говорит, это туристическая фирма. У нас, говорит, акция полторы тысячи рублей. Поездка по ленинским местам. Я ушам своим не поверил. Полторы тысячи. По ленинским местам. Мюнхен, Париж, Финляндия, Швейцария. Она говорит, сейчас. На автобусе в Шушенское. Да, сплошной подвох, сплошной. Ребята, вот вы, конечно, можете мне не поверить, но еще сегодня утром у меня на голове была пышная шевелюра. Пышная шевелюра. Я тебе говорю, иду по городу, новая парикмахерская открытка называется, звезда Голливуда. Захожу там, действительно, портреты звезд Голливуда, и парикмахер говорит, выбирай, под кого стричь. Я говорю, вот, вот, говорю, под Роберта Де Ниро. Она говорит, висок будем делать косой. Чувствую подвох какой-то. На всякий случай говорю, нет, лучше машинкой. Ну и что вы думаете? Она говорит, садись в кресло, закрывай глаза. Через пять минут открывай. Я, значит, глаза открываю, вижу в зеркале свою лысую физиономию. Говорю, так вы же, вы же, говорю, что сделали-то? Говорю, Роберт Де Ниро, он же не лысый. Она говорит, блин, я опять его с Брюсом Виллисом перепутал. А я вот сейчас подумал, ну, может, зря я во всем подвох вижу, ну, подумаешь, лысина, как говорится, больше места для поцелуев. Помните, как в песне поется? И целуй меня везде. Восемнадцать мне уже. Восемнадцать тебе уже? А что сидишь? Иди целуй. Иди целуй. Целуй меня везде, хоть на елке, прям в гнезде. И никакого подвоха.